здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей пасека с нуля 5 видео начнем его с обзора наших покупок то есть поработав на пасеке мы решили докупить несколько удобных инструментов это кронштейн для рамок на 4 рамки и кронштейн на 7 рамок а также чтобы как-то упорядочить нашу небольшую пасеку мы докупили цифры на улья который сейчас пойдем ставить сегодня 11 августа посмотрим как наши пчелки тут поработали так сейчас будем мы медовые рамки поднимать вверх как раз и опробуем кронштейн посоветом в комментариях говорят что надо начинать осмотр со второй рамки чтобы было более удобно как я говорил этот самый хороший пулей нет вот этот а это защитная сюда на сторону яплата ну оттянули да но это уже слабовато это есть там медовно Вот эти старые, да? Да, уже взятка нету, уже все. Стою соты. Вот, то, о чем я говорил, что значит кронштейн. Повесили и спокойно можно работать, переставлять, как вам удобно. Вот лист с улицы. Да, не падает ни на землю ложить. Да, начало сезона было получше. Не начало, а то, когда мы привезли. Хочу, в столату. Да, давай ее сюда. Пускай ты на священную лёгкую тебе палец. Так, переходим к второму улью. Первая семейка слабенькая. Так, да, засевом вниз. Так, ну вот, что-то матка пошла насеять в верхнем корпусе. Сейчас мы переместим в этот засев вниз, а медовые рамки поднимем вверх. Вот, смотрите, этот засевер. А медовые рамки поднимем вверх, чтобы потом, когда будем формировать низ доном, мы просто забрали корпус и отнесли его в хранилище. Так, тяжело. И снимать, и работать тяжело. Оператор наш убежал. Поэтому все приходится делать теперь. Думали, в две руки будет быстрее, но приходится делать в три руки. Ой, в две пары рук быстрее, но одна теперь занята камерой. Так, щену сюда. Так, улья номер три. Давай ты сам, я буду тебе помогать как-нибудь. Если кто знает, почему засев в верхнем корпусе, почему матка сеет в верхнем корпусе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Полоску, полоску. Сорвешь? Да, я уже. Тяжеловато, конечно, работать с трехсотой рамкой, если это второй корпус. Но сами виноваты, не докупили магазины вовремя. В следующем году исправим это положение. Так, ну тут девчата спокойные. Так, смотри. Так. Да, все-таки надо подписывать рамки с вощиной, чтобы понимать, когда поставлена вощина. Ставь сюда ее пока. Вот. Поставлено кронштейн, это как буфер. Для работы. То есть, не на землю, никуда. А, аккуратненько все висит и не мешает. И удобно работать, так сказать. Так, это здесь все, да? Значит, мне тут надо найти одну. Блин, где же нам меда взять, а? Я надеюсь, хоть четвертой семейке хоть что-то будет. Здесь все есть. Нет, они, наверное, хорошо запечатаны рамки. Матка пошла во второй корпус. И там посеялась. Стой, давай я сейчас надо будет. Уху. Да. Мы уже осмотрели три улья. Взяток оборвался. Подсолнух, который у нас там был на горке, уже не цветет. Вот. Что хотелось бы, какого бы получили при работе. Скажем так, даже десятирамочный корпус на рамку додан. Ну, работать тяжеловато. То есть, когда один человек обрабатывает большую пасеку, спина не казенная. И она устает. Поэтому, все-таки, будем мы, наверное, на следующий год или на рогатых добавим улья, или гнездо будем держать в трехсотой рамке. А сверху наращивать магазинными рамками. Ну, это вниз давай поместим. Это почти запечатано. Или заберем. Сейчас, поднимемся, мы уже получим. Да, хочется попробовать метка. Дети просят. Это было бы однозначно. Сейчас. Повесь ее пока. и достану. И достану. сюда, да? Да, это туда. Вот это да. Да. давай пару достань, а потом все и положим тем более у нас 7 рамок полоска сейчас достанем только аккуратнее рамка, на которой мы отводки покупали, она чуть-чуть коротковата постоянно у нас падает они не хорошие он приветствует нас сейчас приедут мед покупать, наверное, сразу? да напарники привет, привет я не знаю давай туда верь да не, оставь пускай на корм там еще есть что у тебя за селом или нет? да это хорошее все можно забрать она такая тяжелая да? ну давай она старая, да? да что нет старая, да? а вот эта вот смотри эта тоже тяжелая ну смотри запечатанная вот эту забираем, да тут засева нема, значит тут ее оставляем да ну что ж, привели немножко пасеку в порядок выровняли улья и теперь у нас улья прибили номерочки вот такие вот пластиковые по-моему самое бюджетное решение ссылочку на эти цифры я сброшу в описании гривна 60 они в продаже на август 2018 года ну бюджетней только разве что самим нарисовать красочкой ну вот так вот все смотрится все теперь у нас 1,2,3,4 и мы с новым пчеловодом хоть будем понимать о чем мы разговариваем а то у нас постоянно слева направо или справа налево были разговоры да? да, да, да так что взяли рамочку пойдем сейчас экспертам на оценку отнесем и а и и и и и